Модная тема бизнес-проектирования полностью захватила умы современных предпринимателей. Управляющих проектом, проектная команда, эффективность проекта. Модные словечки, возбуждающие многих руководителей компании обратиться за помощью профессиональных проектировщиков. Так, управление бизнес-проектом – это модная тенденция или объективная необходимость, или максимально эффективная технология управления бизнесом целиком. Кто принимает решения о стартапе проекта? Кто отвечает за результат? Каковы адекватные сроки окупаемости бизнес-проекта? На все эти вопросы сегодня в студии программы «Маркетинговая среда» мы попробуем ответить с моим гостем Алексеем Полковниковым. И тема сегодняшней беседы – управление бизнес-проектами «Каковаться на ошибки?». Алексей, доброе утро. Спасибо, что посетили нас. Доброе утро, Наталья. Все, кто нас слышит, доброе утро. Впечатляющее резюме. Правое слово. Ну, спасибо. Давайте начнем традиционно с блиц-опроса. В этой части программы я буду вас спрашивать о каких-то страшных вещах. Буду просить отвечать на этом этапе, только «да» или «нет». Более подробно мы ответим чуть позже. Алексей, правильно ли классическое утверждение, по вашему мнению, о том, что проект – это бизнес-задача, ограниченная конкретными временными границами? Да. Проект – это всегда инвестиции? Да. На основании маркетинговой составляющей строится стартап-проекта или на каких-то других показателях? Желательно, да. Верно ли утверждение о том, что «нет головы», имея в виду управляющему проектом, «нет проекта»? Хотелось бы, чтобы так было. Должен ли управляющий проектом иметь собственный личный опыт инвестирования? Не обязательно. Должен ли проектировщик задумываться на стартапе о рыночной стоимости будущего проекта? Желательно, да. За результат бизнес-проекта несет ответственность генеральный директор компании? Да. А управляющий проектом несет ответственность? Да. Спасибо. Итак, я вас спросила в Блице, правильно ли классическое утверждение о том, что проект – это бизнес-задача, ограниченная конкретными временными границами. И вы довольно уверенно ответили «да». Так в чем суть вот этого бизнес-проектирования? Что такое управление проектом? Да, ну вы дали достаточно такое широкое определение, под которое, пожалуй, укладывается действительно проектная деятельность. Вообще, если говорить про проект, там три признака. Это цели, сроки, в которые они должны быть достигнуты, и некая степень уникальности, потому что мы идем, как правило, к каким-то новым целям каждый раз. А на ваш взгляд, что является конечным результатом реализации любого проекта? Что может являться? Можем перечислить? Ну, нет проекта, пока нет заказчика. Нет того, кто сказал, да, мне это надо, я готов выделить ресурсы на это и за это заплатить. Соответственно, достижение ожиданий заказчика в идеале для заказчика – это и завершение проекта, достижение его цели. А вы под заказчиком кого имеете в виду? Это может быть руководство компании, да, если проект внутренний, руководство компании говорит, у нас есть стратегия, надо реализовывать эту стратегию. Мы ее реализуем через комплекс взаимосвязанных проектов, в том числе маркетинг, развитие производства и так далее. Значит, это может быть руководство компании. Это может быть какое-то, это может быть государство, которое тоже имеет какие-то цели и хочет их достигать через проекты и программы. А какие наиболее распространенные, может быть, примеры бизнес-проектов, которые адекватны для сегодняшнего дня в малом и среднем бизнесе российскому? Ну, классика проектов, если говорить про бизнес, это все, что связано с развитием, можно, ну, большинство, большую часть деятельности можно называть проектами. А это выход на новые рынки, это развитие новой продукции, это модернизация существующей системы производства или управления в компании, внутри информационных систем. Спектр широкий, вот все, что связано с развитием компании, с достижением ее стратегических целей, проекта. Но часть из тех задач, которые вы сейчас перечислили, они имеют отношение к маркетинговым задачам, как то разработка, вывод нового продукта, вывод его, там, представление дистрибуции новой регионы, да? В данном случае вы как проектировщик, не оскорбительное название, можно так? Проектировщик, мне не очень нравится этот термин, все-таки мне нравится слово управление проектами, да, мы управленцы, да, то есть проектировщики в России все-таки, наверное, зарезервированы за людьми, которые разрабатывают проектную документацию. Вот, поэтому я бы вот все-таки говорил о управлении проектами, может быть, специалистах в области управления проектами, о менеджерах проектах. Так вот, как управленец, как управляющий проектами, вы на стадии стартапа каким-то образом подразделяете, вот это маркетинговый проект, это управленческий проект, это, например, инвестиционный проект? Вы знаете, в принципе, можно подразделять, хотя на самом деле сегодня в большей степени говорим о комплексных проектах. Вот, если посмотреть так небольшую, назад, там, где-то на 15, на 20, может быть, назад, то часто ответственность менеджера проекта ограничивали, чем создать новый продукт, может быть, обеспечить вывод его в производство. Но за рамками проекта оставался маркетинг. В последнее время все больше и больше тенденций идет к тому, что все-таки мы делаем какие-то проекты, инвестиции, чтобы получить отдачу, отдача, она как раз от рынка идет. Поэтому еще чаще мы сталкиваемся с тем, что именно маркетологи становятся часто ответственными за комплексные проекты, и именно маркетинг ставит определяющие цели, что мы хотим достичь. Поэтому границы проекта, его можно привести к большому счету, вот я бы назвал три границы. Мы можем сказать менеджеру, ты отвечаешь на то, что создать новый продукт, раз. Мы можем сказать ему, ты отвечаешь на то, что создать новый продукт и обеспечить его производство. А третье, можно сказать, создать продукт, обеспечить производство, вывести на рынок, вывести на объемы продаж. Это уже реально целостный комплексный проект, что, собственно говоря, и надо на самом деле бизнесу, вот именно комплексно смотреть на эту задачу. И к этому тенденция идет, поэтому я с интересом откликнулся на ваше приглашение. Еще раз спасибо. А скажите, пожалуйста, Алексей, а каковы должны быть ключевые компетенции управляющим проектом? Чем он отличается от обычного человека, обычного советского человека, как говорили в прежние времена? Знаете, вот есть такое понятие профессиональный менеджер проекта. Сегодня достаточно модно, и многие проходят сертификацию, либо там по американским стандартам, либо по стандартам IPMA, есть такая международная ассоциация. И вот если подходить формально, в данном случае людей учат целому набору компетенций, которые позволяют им сделать, ну, в большом счете, две вещи. Правильно цели поставить и правильно обеспечить организацию команды, так, чтобы эти цели достигались. Во многом вот эти вот компетенции, они связаны с умением структурировать некую неопределенность, сначала на уровне целей, потом на уровне шагов по достижению этих целей. Ну, я бы назвал три вещи все-таки, вот это да, это важно, но есть кое-что, что остается за кадром, да, это, ну, все-таки проекты, они становятся все больше и больше ориентированы на предметную область, в кой области ты работаешь. Поэтому очень важны, на мой взгляд, еще и компетенции в данной конкретной области, не чисто управленец, а управленец, имеющий определенную специализацию. Ну, я бы еще вот на первое место поставил другую вещь, да, это хороший коммуникатор, да, это человек, который видит людей вокруг себя, понимает, что у него нет в голове полной картинки о всем проекте, и что ему надо подумать, вот, что есть в головах других людей, как их мотивировать поделиться этой информацией, собрать, объединить в общую картинку, и тогда, в общем-то, ты хозяин положения, тогда ты видишь целостно проект и можешь команду организовывать. Поэтому я бы все-таки на первое место поставил хороший коммуникатор, чтобы видеть людей. То, что вы называете, по большому счету, это компетенции хорошего любого менеджера внутри компании. Вот, что должно вынудить, например, руководителя бизнеса пригласить со стороны управляющего проектом, либо взять его на аутсорс на какое-то время, да, либо ввести в штат проектной группы, либо, ну, есть еще варианты наверняка. Что эффективнее, пригласить управляющего проектами со стороны или найти адекватного, компетентного менеджера, а менеджер — это управленец, и он должен обладать всеми компетенциями, о которых вы говорите, или вырастить его и найти внутри собственной компании? Где, в чем плюсы и минусы таких управленцев со стороны? — Ну, сразу скажу, что вот пока вот из нашего опыта, из нашего, вот за то время, пока мы работаем на рынке, наверное, проектов 300 мы участвовали, время от времени приходится с заказчиком принимать решение, кого лучше поставить менеджером проекта. Все-таки вот по нашим оценкам, где-то в процентах 8, пока мы принимаем решение в пользу человека от заказчика, того, кто знает предметную область, политические моменты, особенности бизнеса. Все-таки это правильно, потому что менеджер проекта — это не чисто администратор, вот часто бывает, а это бизнес-ориентированный человек, ориентированный на цели, на результат. Вот поэтому все-таки мы чаще вот за этот вариант, и плюс его это вот знание предметной области, то, что я сказал, понимание специфики. Внешнего менеджера приглашать можно, когда нужно быстро решить какие-то задачи. Вы видите, что у вас в компании не поставлены, нет у вас поставленных каких-то процессов, методики управления, и вам сейчас некогда их выстраивать, а нужно пригласить человека, уже имеющего соответствующие компетенции, который придет, выстроить свою систему, но все равно в одиночку он будет достаточно беспомощен. Ему надо дать кого-то от заказчика в помощь, кто будет его правой рукой, кто будет ему помогать. Вот из нашего опыта так. Хотя в целом в мире есть некая тенденция в то, что профессия развивается, и в ряде областей, это не все области, но в ряде областей действительно внешний менеджер, он не имея каких-то ограничений, связанных с особой политикой внутри компании, не имея каких-то барьеров внутри компании, ему проще выстроить взаимоотношения между различными подразделениями в компании, потому что он не завязан на какие-то политические моменты часто, или какие-то организационные ограничения. А учитываете ли вы момент, что тот управляющий проектом, который выращен и найден внутри коллектива заказчика, так скажу, он более ограничен в принятии их решений, потому что он не очень хочет потерять эту работу, он знает абсолютно точно, что владелец абсолютно любит зеленый цвет и не воспринимает розовый, например. Ограничивает ли это его функциональную деятельность в рамке работы на проект? И как с этим бороться? У любого проекта есть ограничения, я думаю, что если внешне придет управляющий, он тоже будет ориентироваться и на заказчика, и на его предпочтения, иначе ему трудно будет выстроить взаимоотношения. Поэтому я бы не сказал, что это, в общем-то, критично. Это нормально, что человек понимает, что хочет заказчик, может с ним нормальные отношения выстроить, его услышать в том числе. А вот вы говорите, классические ограничения у любого проекта, их можно перечислить, какие они встречаются? Время, деньги, это всегда, но есть и дополнительные организационные ограничения, когда вам могут сказать с самого начала, что мы работаем вот с этими подрядчиками, а с этими мы не работаем. Мы, соответственно, ориентированы на такую-то процедуру взаимоотношений внутри компании, все решения принимаются на уровне правления, либо по такой-то процедуре. То есть целый ряд организационных ограничений, которым должен следовать менеджер проекта. Они в любой компании присутствуют, в них надо уметь вписываться. А если менеджер проекта понимает, что те поставщики, которые навязываются, они, может быть, не самые эффективные, те процедуры, которые прописаны регламентами внутри компании, они не очень рабочие, в данном случае его действия какие? Должны быть активные действия, конечно, потому что ограничения, они часто не из-за просто пожеланий отдельных участников проекта, просто технологические ограничения могут быть еще какие-то, да, то есть всякие могут быть. Но если вы видите, что эти ограничения не являются разумными, а эти ограничения, как правило, фиксируются в определенном документе, устав проекта, который определяет правила игры, менеджер проекта должен принимать активную участие в разработке этого документа и зафиксировать, прежде чем он поставит свою подпись по этим документам, вот с чем он согласен, а с чем он не согласен. А у вас есть убеждение, или, может быть, вы разделите мое, что на сегодняшний момент наиболее эффективное управление любым бизнесом это управление, системное управление внутренними проектами, потому что просто управление, чем ты занимаешься? Я управляю бизнесом как таковым, то это больше процесс и процедура, от которой проблематично ждать каких-то результатов. Да, есть некое упрощенное представление о том, что любую деятельность компании можно положить на две полочки, да, два типа деятельности. Это процессы операций, которые выполняются ежедневно, одинаково, за дня в день. И это что-то новое, что в компании создается, да, это во многом зависит от типа бизнеса, что у вас больше, процессов или проектов. И от внешней среды. Поскольку внешняя среда сегодня довольно динамична и довольно серьезно меняется, то получается так, что все большую и большую часть вашего бизнеса составляет именно деятельность, связанная с развитием. Другое дело, что проекты, они достаточно разные. Бывают небольшие проекты, бывают довольно серьезные. Надо разумно подходить к тому выбору инструментов, подходов, в зависимости от типа проекта. А вот вы сказали про элементы бизнес-окружения. Как раз у меня подготовлен подобный вопрос. Какие элементы бизнес-окружения организации максимально влияют сегодня на реализацию проекта? Какие факторы, может быть, пест-анализы, на что стоят политика, экономика, социотехнологические факторы, которые окружают тот или иной бизнес? Ну, понятно, что внешняя среда влияет. Вопрос на что, да? Начиная с цели полагания, если вы работаете в высококонкурентном бизнесе, как телекоммуникации, или где-то, где надо постоянно быть в динамике, постоянно выходить на новые технологии и продукты, то там проекты, это большая часть вашей деятельности сегодня. Есть более стабильные бизнесы, да, где можно, в общем-то, какое-то время, наверное, все-таки не очень долгое, жить с тем, что у вас наработано. Вот, то есть динамика, с одной стороны, влияет на цели и на те проекты, которые делает компания. С другой стороны, внешняя среда, она влияет на риски. То есть какие-то параметры внешней среды, связанные с правилами работы компании, правилами финансирования проектов, это все могут являться факторами рисков проекта. Поэтому я бы, как основные факторы, на которые надо менеджеру проекта обращать внимание, сказал бы, значит, смотри на ограничения, смотри на зоны неопределенности, где у тебя, походу, нет точной информации, а ты базируешься на предположениях. Да, вот это тоже может меняться, под это надо будет подстраиваться. И, пожалуй, на корпоративную, принятую в компании корпоративную культуру, среду, вот на это тоже надо очень внимательно смотреть, как тебе будут выделяться ресурсы, кто будет какие решения принимать, какие решения ты принимаешь, какие не ты. Вот эти вещи, конечно, сильно влияют. А исходя из вашего опыта, какое количество бизнес-проектов может находиться единовременно в рамках одного бизнеса? Оптимальная или максимальная? Это очень... Или уже нерабочая, например, когда их 286 тысяч штук? Ага. Ну, в принципе, мы с разными компаниями работаем. Все-таки, если говорить про крупные компании, проектов там достаточно много и объемы большие. Это измеряется сотнями, то, что может компания одновременно в год делать. Если говорить про средний бизнес, ну, естественно, надо разумно подходить к вопросам ограничений. А вот где здесь эта разумность? Два проекта это много или мало для малого бизнеса? Или 10 это перебор, или еще можем несколько запустить? Ну, вот это как раз касается темы уже не проекта, а портфеля проектов. Каждая компания, она на год должна для себя решить, сколько в следующем году мы хотим сделать проектов. Здесь, в общем-то, два критерия для такого решения. Надо понять свою стратегию, чем мы хотим достичь в следующем году, насколько амбициозны изменения развития, с одной стороны, с другой стороны, сколько у нас есть ресурсов, чтобы на все это нам выделить. И вот, исходя из этих двух ограничений, компания выбирает оптимальный набор проектов, который может себе позволить выполнить. Да, если запускается слишком много проектов, все равно половина потом будет заморожена. Но это потерянные деньги. Да, это потерянные деньги. Вы же, я вас спросила в Блице, проект это всегда инвестиции? Вы сказали, да. Да, да. Какой процент тогда замороженных проектов, а я как маркетолог, ну, в общем, такую делаю поправку, похороненных инвестиций, в принципе, считается нормой? Знаете, есть статистика, вот проводились исследования на протяжении ряда лет. Там называется некая цифра такая условная 25%. 25%, которая запускается компаниями, не доводится до завершения. А какой процент инвестиций допустим вот к этим, собственно, у нас это называется брендовое кладбище, в данном случае буду называть в проектное кладбище, какой процент от общих инвестиций годовых компаний допустим относительно к 25% похороненных проектов? Ну, сколько компания может себе позволить, наверное, да? То есть я бы здесь, может быть, по-другому немножко сформулировал. Там 25% мне, ну, не пугает эта цифра, да, это хоть 80%. Насколько своевременно было принято решение о закрытии данного проекта? Если решение было принято на начальном этапе, когда еще серьезные деньги не вложили в проект, ну, очень хорошо, значит, компания умеет принимать решения и гибко на них реагировать. А что может стать причиной принятия решений на уровне стартапа, там, спустя месяц-полтора, может быть, о том, что проект будет неэффективен, мы его закрываем? Вы поняли, что проект сложнее, чем думали изначально, то есть, когда вы начинаете проект, у вас нет всей полноты информации о том, что и как вы будете делать, особенно если проект какой-то инновационный, поэтому, сделав первые шаги, вы вдруг поняли, что проект реально сложнее, чем вы думали, технологии, которые вам придется применять, вам не до конца понятно, их надо серьезно прорабатывать, это может стать причиной, вы просто лучше стали понимать свой проект, раз, да, а второе, действительно, рынок может поменяться, ваши конкуренты уже что-то запустили, вы поняли, что вам лучше сейчас остановить проект, чем пытаться соревноваться, лучше сейчас во что-то другое вложиться, поэтому ничего нет страшного в том, что часть проектов не доводится до завершения, вот, надо только вовремя принимать решение, есть еще одна цифра, примерно 50% доводится до завершения, но не могут быть признаны успешными до конца, значит, перерасход бюджета изначально, который планировался на проект, дольше делали, чем думали, еще неизвестно, что лучше, те проекты, которые вы закрыли своевременно, или те, что вы дотащили до конца, но не получили все, что хотели, и гораздо дороже, и дольше это делают. А кто тот эксперт внутри бизнеса, который должен абсолютно четко отдавать себе отчет в тех рисках, которые заложены либо в реализации проекта, либо в его остановке? Кто это? Управляющий проектом, генеральный директор, хотя вы, опять же, мне в Блице ответили, что за результат отвечает... И тот, и другой. И тот, и другой, да, но в разной степени, а если еще владельца сюда подключим, то владелец вообще, он еще и своими инвестициями рискует довольно серьезно. Так вот, кто эти люди, которые должны принять на себя ответственность за риски реализации или неуспешной реализации проекта? Хорошо, ну, может быть, тогда вот немножко такой, я бы сразу сказал, что успех проекта зависит от двух людей, ну, по большому счету. Да, зависит от менеджера проекта, но не только от него, все-таки зависит от кого-то из высшего руководства, кто этот проект курирует. Есть такой термин – «куратор проекта». Обычно, когда руководство компании принимает решение, да, будем это делать, руководство появляется в желании кого-то назначить ответственным, в первую очередь, кого назначают, кого-то из своего окружения. То есть, берут профильного руководителя и говорят, ну, это же твое направление, значит, ты за это отвечаешь. Руководитель высшего звена, естественно, он понимает, что, да, за это направление он отвечает, за эти бизнес-цели он отвечает. но у него нет реально времени заниматься оперативным управлением. Для него менеджер проект это тот человек, который с него снимет ежедневную оперативную нагрузку управлением. То есть менеджер проект это его руки, это его время. Разумный менеджер проект нормально все организует и гасит риски вот этого оперативного уровня. Но менеджер проекта часто не несет ответственность за риски стратегического уровня. Вот за риски стратегического уровня несет ответственность все-таки кто-то из высшего руководства, тот, кто является куратором проекта. Поэтому вот я бы сказал, что идеальный менеджер проекта, он состоит из двух человек, которые понимают каждую свою ответственность. Кто-то из высшего руководства понимает свою ответственность за этот проект и достижение бизнес-целей, и у него есть время, и он понимает свою ответственность за оперативное управление. Вот поэтому я так и сказал, что и тот, и другой несут ответственность и за риски, и за цели, но он каждый на своем уровне. — Знаете, что меня в этой ситуации немножко смущает? Я думаю, что очень похожая ситуация, потому что, когда речь идет о маркетинговых проектах в чистом виде, то возникает довольно серьезная проблема с целеполаганием как раз верхушки управленческой. И существует такой анекдот, он недоступен для сейчас повтора в эфире, но, тем не менее, те, кто его знают наверняка поймут, о чем идет речь, когда вдруг после запуска проекта генерал-директор или некое лицо, принимающее решение, несущее ответственность, приходит и говорит, концепция изменилась. У нас с завтрашнего дня совершенно другая любимая игрушка в виде другого проекта. Вот насколько здесь неадекватность бизнес-компетенции или психологическая устойчивость руководителя влияет на успешность или неуспешность проекта? Это первая часть вопроса. И вторая, возможно, может ли внешний консультант удержать вот это вот параноидальное увлечение все новыми и новыми игрушками и доведя предыдущие до конца? Чаще нет. Вот из моего опыта все-таки это вот основа, я даже так обычно говорю, что вот есть три типа факторов, от которых зависит успех проекта, обычно я их как-то классифицирую. Я их представляю в виде такого домика с двумя этажами и крышей. То есть нижний этаж – это все-таки технологическое ресурсное обеспечение проекта. У компании, которая решила что-то делать, у них есть исполнители, у них есть технологии, они готовы их привлечь. Без этого ни успеха не будет. Второй этаж – это правильно выстроенное управление проектом, правильная организация, процессы управления, взаимодействие и так далее. Верхушка – это, скажу так, в кавычках «правильные цели». То есть вы можете прекрасно делать проект, но если цели не совсем корректны, не совпадают с рынком там и так далее, то в принципе проект у вас в итоге не будет успешным. Поэтому, если вы беретесь за проект, то надо по-хорошему оценить все эти три составляющие. Первое – это вот цели, насколько адекватны цели и рынку и стратегии компании. Второе – это вот первый этаж – это насколько мы обеспечены технологиями. Если вот с тем или с другим есть проблемы, то проект, кажется, не будет успешным. Если с тем или другим все нормально, то имеет смысл говорить о управлении проектом. Имеет смысл там выстраивать нормальную систему управления, проект реализовывать. – Спасибо большое. Мы сейчас с вами уйдем на небольшую рекламу. А следующий блок я бы хотела начать с обсуждения вопроса, какие проекты стандартные, среднестандартные, характерные для разных этапов жизненного цикла бизнеса как такового. Итак, доброе утро всем, кто присоединился сегодня к программе «Маркетинговая среда». Тема нашего разговора «Управление бизнес-проектом каковаться на ошибки». У меня в студии в качестве гостя Алексей Полковников, управляющий партнер группы компании «Проектная практика», вице-президент Российской ассоциации управления проектами «Сафнет». Алексей, доброе утро. – Доброе утро еще раз. Мы с вами остановились в прошлом блоке на моем анонсе вопроса, какие проекты стандартные, характерные для разных этапов жизненного цикла бизнеса? – Наверное, можно сделать такую классификацию, хотя, в общем-то, действительно разные бизнесы развиваются несколько по-разному, но я бы все-таки сказал, что в любом случае это комплексные проекты, просто с разной степенью амбициозности и проработки. Если компании нужно сначала утвердиться в бизнесе и закрепиться, то, соответственно, она выпускает какую-то начальную линейку продуктов и продвигает ее теми или иными методами. Если компания живет уже стабильно и есть продукты, на которые можно полагаться, то появляется ряд дополнительных проектов, связанных с выстраиванием более четкой системы управления компании, с оптимизацией той линейки, которая есть и так далее. То есть, дальше появляются некие проекты, позволяющие более эффективно зарабатывать деньги и более эффективно производить продукцию, более эффективно продавать. То есть, я бы, наверное, так ответил на этот вопрос. – Спасибо. Скажите, по вашему опыту, типы проектов до кризиса и после кризиса в российском бизнес-сообществе изменились? Если изменились, то как? – Во-первых, кризис действительно был, если говорить про коммерческие компании, воспринят серьезно. И мы почувствовали это именно на проектах. Достаточно резко ряд компаний ограничили свои инвестиционные программы, что на самом деле оказалось не совсем правильным решением. То есть, все-таки из кризиса начинают выходить некоторые новые игроки, которые как раз в кризис, наоборот, вкладывались в ряд проектов, не испугались этого. Поэтому… – Ну, и обладали определенной финансовой возможностью. – Да. Вопрос, скорее всего, что проекты, наверное, не изменились, но изменились игроки, может быть, которые более или менее активно вкладывают сейчас в те или иные направления. Проекты, я думаю, остались те же. – Типы те же. – Да. – А как вы считаете, каковы основные факторы, которые влияют на сроки окупаемости проекта в рамках его реализации? Цена, государственное регулирование рынка – основные факторы, которые влияют на проект. – Конечно, в основе лежит все-таки, если рассматривать, вообще говоря, классический инвестиционный цикл, у вас есть фаза инвестиционная, когда вам нужно вложиться, на выходе вы получили что-то. Мы говорим обычно продукт проекта или актив. Потом идет фаза уже эксплуатационная, операционная, когда вы получаете отдачу. Естественно, вы можете перерасходовать какие-то средства в ходе инвестиционной фазы, проект может оказаться несколько дороже, чем вы думали. Он может оказаться дольше, чем вы думали. Но это не так сильно влияет на окупаемость, как то, что вы не попали в рынок, то, что вы создали, не совсем соответствует требованию рынка. Поэтому все-таки из моего опыта основные факторы, на что, в первую очередь, надо смотреть действительно, насколько идея, заложенная в проекте, она адекватна нашему пониманию рынка. И здесь опять вот выходит та моя идея, что сегодня маркетологи становятся такой ведущей силой многих проектов. И надо, в первую очередь, смотреть именно на маркетинговые решения, заложенные в проекте. Я с вами абсолютно соглашусь. Знаете, почему? Потому что, во-первых, вы так часто повторяете слово «требование рынка», «рынок», 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 а маркетинг – это вообще так в дословном переводе «рынкоделание» в настоящем продолженном времени. Плюс перечисление проектов действительно очень сильно пересекается с теми маркетинговыми задачами, которые маркетолог должен решать внутри компании. Поэтому вот у меня такой вопрос. А как вы считаете, на каком этапе проектирования вот именно некой его бизнес-проекта, извините за тавтологию, необходимо рассчитывать рыночную стоимость проекта на выходе? Объясню. Например, существует позиционирование, что Олег Тиньков всегда при стартапах своих проектов, он абсолютно всегда четко закладывал вот эту вот рыночную стоимость будущего реализованного проекта при продаже. На сегодня, вот если компания ставит задачу, там, грубо говоря, реализация проекта с целью увеличения стоимости компании для последующей продажи в таком-то году, то стоит это закладывать или не стоит? И по какому принципу закладывать эту рыночную стоимость? Я бы тут не стал, может, в детали вдаваться, потому что каждый раз есть какая-то своя специфика. В любом случае, вы принимаете решение о запуске проекта, готовите документ, что-то типа бизнес-плана, но без него вам трудно принять решение, а вообще стоит дальше двигаться или нет. Уже на этом этапе вы должны понимать свой проект достаточно хорошо. Но, как показывает практика, реально вы, принимая решение на основании бизнес-плана, еще до конца не понимаете, в общем-то, многих аспектов реализации проекта, поэтому рекомендуется еще в нескольких точках по ходу проекта остановиться и еще раз пересмотреть, когда у вас уже появилась концепция проекта более детально проработанная, часто появляется потом проектная документация, на основании которой тоже можно принять решение двигаться и дальше не двигаться. Поэтому рекомендуется с самого начала, есть такой термин английский, project roadmap, дорожная карта проекта, для себя определить несколько точек, в которых мы готовы остановиться, еще раз посмотреть на проект и принять решение, стоит дальше двигаться или не стоит. А вот эта дорожная карта проекта, это некий шаблон общепринятый или как в маркетинге, каждый пишет маркетинговую стратегию так, как считает нужным? Ну, это не очень распространенный инструмент, на самом деле, но принцип довольно очевидный. Нужно формализовать именно процесс внесения изменений в проект. То, что изменения будут, это можно не сомневаться. Вопрос только в том, чтобы эти изменения были приняты осознанно и в нужное время они с опозданием. Поэтому, когда вы рисуете дорожную карту для себя, вы должны найти такие точки, в которых решение уже созрело, но еще не запоздало. И на среднем этих точек планировать ваши решения, связанные с внесением изменений в проект. А вот опять же, из вашего опыта, какая самая дорогая составляющая проекта, который генерирует прибыль в российском бизнесе с точки зрения продажи проекта в будущем? То есть, на каком этапе реализации проекта бизнес может при продаже принести максимальную доходность? Что в проекте, как правило, генерит? Я понимаю, что очень трудно. Такие достаточно конкретные вопросы задаете. Я готовилась! Потому что, действительно, та же самая дорожная карта, ключевые решения как раз и связаны с тем, уже пора продавать или надо еще вложить и получить дополнительную прибыль. Поэтому в каждом проекте может быть несколько точек, в которых вы принимаете решение для этого. Вот ряд компаний, с которыми мы работали, они строят финансово-конечную модель проекта, просто ее пересчитывают в каждой точке и принимают решение. Поэтому тут, наверное, это уже ближе к бизнесу, чем к управлению проектом. Тут надо чувствовать каждый раз на весах, с одной стороны, потенциальные возможности, с другой стороны, риски. И надо взвесить и возможности, и риски. Здесь важно именно оценить эти две составляющие. Я все равно как зануду, я с другой стороны подойду. Что нынче дороже при реализации проекта? Сама идея, которая, собственно, и будет двигать проект, полученная проектная документация при реализации идеи, команда, территория реализации проекта. Чуть-чуть сейчас конкретизирую, мои друзья в городе Дмитрове, которые запустили определенный вид бизнеса в цеху, они почитали и пришли к выводу, что самая дорогая история данного стартапа, она у них создалась в получении согласования, что автоматически увеличила дальнейшую стоимость возможной продажи бизнеса и так далее. Так вот, например, для ритейлера и инициатора проекта, как правило, дороже всего обходится стоимость входного билета в сети. Вот традиционно, что сейчас, вот в этом 2011 году дороже? Нельзя однозначно ответить. Вот вы, как бы сами задавая вопрос, сказали, что в некоторых отраслях действительно важно получить разрешение. Если тебе дали пропускной билет, то с ним уже дальше можно и команду набрать, и инвестор придет под эти деньги. Какие это отрасли? Вот прежде всего? В некоторых отраслях? Естественно, это инвестиционные области, это там, где делаются инвестпроекты, связанные с строительством, бизнес-центром, производством, конечно, да. В некоторых областях, где нет такого жесткого регулирования, и вы делаете стартапы, может быть, в интернете и так далее, то там важна идея и команда. Если есть идея и команда, то дальше уже можно это все сделать. — Опять же, как Вы считаете, Алексей, на каком этапе должен определяться маркетинговый бюджет проекта? Когда Вам приносят некую маркетинговую составляющую, исследование рынка, разработка продукта, исследование основных предпочтений аудитории, например, если это маркетинговый проект, на каком этапе Вы определяете, как правило, маркетинговый бюджет? — У нас был ряд таких опытов, когда было любопытно смотреть именно на составляющую маркетинговую и на составляющую, связанную с созданием нового продукта. И вот в одном из проектов мы были так достаточно удивлены, когда увидели, что вывести продукт на рынок стоит в три раза дороже, чем создать продукт. В общем-то, мы до этого не ожидали. Это определяется обычно уже в ходе детального планирования. То есть, когда Вы делаете бизнес-план, у Вас еще нет полной картинки реальных усилий и Вы еще не до конца понимаете, сколько это будет стоить. Когда Вы уже делаете детальную проработку с специалистом, когда расписываете мероприятия, расписываете стратегию продвижения, только после наличия уже детальных планов Вы начинаете понимать реальную стоимость. А вот учитывая, что большинство, как я понимаю на сегодняшний момент, управляющих проектами, они не были вовлечены до нынешнего момента в некие маркетинговые структуры. Насколько Вам сложно понимать тот птичий язык, которым обычно маркетолог прописывает? АТЛ, БТЛ, ЖРП. Это смущает, не смущает? Для менеджера проекта это нормальная среда, в которой ему приходится работать. Он никогда не может быть специалистом во всем. Поэтому рядом с менеджером проекта появляется некая рабочая группа или, можно сказать, команда управления проектом, ключевые люди, на которых он вынужден полагаться. Часто действительно невозможно детально разобраться во всех областях, приходится просто доверять человеку и оценивать человека. Если он разумный, то ты ему доверяешь и, может быть, и в детали не вдаешься. Конечно, трудно выучить всю эту терминологию, если особенно работаешь в разных областях. А там терминология в разных областях абсолютно. Абсолютно. В маркетинге все очень несложно. Там основная задача и формула эффективности – это адекватно поставленная цель, примененный инструмент, работающий именно на достижении этой цели, и оценка эффективности по примененному инструменту к этой цели. Ну ведь классический подход управления проектами. Классический подход, да. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, какие бизнес-проекты не рекомендуются, нецелесообразно или нельзя отдавать на аутсорсинг? Действительно, в принципе, российские компании, они настороженно относятся к ряду областей, которые, в общем-то, они считают, что они, может быть, для них являются стратегически значимыми и, соответственно, какие-то ноу-хау, которые мы хотим применить на этом проекте, мы не хотим, чтобы раньше времени узнал рынок. Поэтому это может являться неким препятствием для того, чтобы приглашать на этот проект какую-то внешнюю команду, стараются сделать своими силами. То есть это те проекты, которые для компании стратегически могут быть значимы и, соответственно, опираются на какие-то для компании важные ноу-хау. Еще раз, наверное, тоже замыкнул. А по большому счету существует ли какая-то на сегодняшний момент в России этика рынка управления проектами? Например, я как управляющий проектом, отработав в качестве консультанта, внешнего управляющего на проекте, я обязана потом какое-то время не работать в данной отрасли или с конкурентами? Какова сейчас ситуация? Вообще-то этические нормальные нормы это подразумевают. Хотя есть какие-то нормы понятные, что если вы работаете на проекте, на заказчика, то, естественно, вы все должны сделать в интересах данного заказчика и не принимать каких-то предложений, которые идут вразрез с интересами заказчика. Ну, это вам очевидно, как управляющему партнеру группы компании, это мне может быть очевидно, как владельцу своего консалтингового бизнеса. А каким образом, какой аргументацией можно снять определенный напряжение со стороны владельцев и токменеджеров бизнеса, приглашая внешнего консультанта, то, что в рамках проекта приходится делиться очень конфиденциальной информацией. С юридической точки зрения у нас подписание контракта конфиденциальности, ну, возможные варианты, что называется, да? Ну, все-таки практически всегда это контракт о конфиденциальности, там довольно серьезные санкции бывают, что предусмотрено. Поэтому я считаю, что, в принципе, вот, если вы подписали такой контракт, то это серьезно. По крайней мере, мы к этому относимся очень серьезно. — Поэтому мы с вами очень надеюсь, будем долго жить на рынке со своими компаниями. Скажите, пожалуйста, Алексей, срок жизни каких проектов на данный момент, вот здесь и сейчас, развитие российского бизнеса эволюционировал в сторону удлинения сроков реализации? А какой, может быть, сократился по отношению к уже существовавшему раньше какому-то стандарту? — Ну, общая тенденция, что все-таки сроки проектов сокращаются и осознанно сокращаются. Если проект большой, его лучше разбить на несколько проектов. Были проведены ряд исследований, показывающих, что длительные проекты, они более подвержены многим рискам и менее успешны, как правило, чем серия более коротких проектов. — А что такое длинный, короткий проект во временном понимании? — Да, это субъективные вещи. Ну, подлинный, да, длительный проект, мы обычно понимаем, это проект, который длится, может быть, три года, может, где-то такой срок. Средний проект — это год, примерно год, это считаем средний проект. Более краткосрочные проекты — это вот до года. — Понятно, спасибо. Я вас спросила в Блице, верно ли утверждение о том, что нет головы управляющему проекту, нет проекта. Вы ответили… — Я сказал «да», наверное. — Вы сказали «да», что скорее всего «да». С вашей точки зрения тогда почему… немножко возвращаюсь, но хочу конкретизировать. Почему тогда на сегодняшний день принято говорить о некой команде проекта? И как поступать в случае, если команда проекта внутри компании, клиента вашего, начинает систему сопротивления реализации проекта в связи с тем, что их цели и задачи несколько отличаются от навязываемых проектам? — Я что понимал под головой, когда услышал этот вопрос, я вам уже сказал, что за проект отвечает не только менеджер проекта, но и кто-то из высшего руководства, куратор проекта. На любом проекте выстраивается по-любому некая иерархия ответственности. Значит, куратор несет ответственность за достижение бизнес-целей, менеджер проекта несет ответственность за проект в целом, но на уровне оперативного управления. Менеджер проекта не специалист во всем, поэтому он и формирует рядом с собой некую команду из людей, которые лучше, чем он разбирается в отдельных каких-то моментах, связанных с проектом. Ему деваться некуда, ему приходится полагаться на этих людей. Конечно, одна из задач менеджера проекта, я сказал, хороший коммуникатор, человек, который видит людей, это выстроить ту команду, которая мотивирована на достижение целей проекта. Понятно, что у каждого есть свои какие-то отдельные моменты, отдельные интересы, мотивации. Но с этим не надо бороться, это надо стараться учитывать, все-таки выстраивать команду с учетом этих целей. То, что вы сказали, что возможно, что вдруг у проекта появляются действительно противники. Это же даже понятие общее, сопротивление изменения. Серия осознанных, спланированных действий может быть направлены на минимизацию данного сопротивления. Любой проект, я даже сюда ехал и подумал, чем отличается проект, скажем, от операционной деятельности. Я представил себе речку и человека плывущего. Для того, чтобы плавать туда-сюда, надо часть времени плыть против течения. Это дает тебе возможность, соответственно, потом часть времени плыть по течению. Каждый раз проект, ты плывешь против течения, что-то новое, это определенные усилия, определенные конфликты. Зато потом ты выходишь на некий уровень, который позволяет тебе жить более спокойно какое-то время. А управляющий проектом, который эффективно реализовал некий проект внутри компании, его стоимость как бизнес-единицы увеличивается? Если увеличивается, то как ее можно прогнозировать? Любой опыт, наверное, увеличит вашу стоимость на рынке, потому что вы набираете опыт. И чем больше у вас опыта, тем больше вы можете дальше делать проектов быстрее и избегая тех ошибок, которые уже сделали на предыдущих проектах. Поэтому каждый раз менеджер проекта на проекте, с одной стороны, имеет какую-то понятную мотивацию достичь цели проекта, с другой стороны, он имеет понятную мотивацию получить успешный проект, потому что это все в твою копилку. И когда у тебя за плечами серия успешных проектов, значит, ты и дальше можешь делать проекты более успешными, быстрее, дешевле. Угу. Я вас спросила в Блице, должен ли управляющий проектом иметь собственный личный опыт инвестирования? Вы сказали, что не обязательно. А с чем это связано? Ну, я имел в виду, что, опять же, то, что я говорил, идеальный менеджер проекта, он, скорее всего, состоит из двух человек. Кто-то из высшего руководства, кто должен видеть более дальнюю бизнес-картинку и отвечает за достижение бизнеса. Это называется обычно куратор проекта или спонсор проекта. Менеджер проекта может быть неким двигателем на проекте, который обеспечивает достижение поставленных целей. Вот если в такой трактовке, как я обычно для себя вижу в бизнесе вот такую вот парочку, да, то опыт инвестирования нужен заказчику больше, руководству компании, которая принимает решение, да, будем делать, и назначает кого-то своим представителем, куратором. А вам не кажется, что существующий опыт инвестирования у управляющего проекта, он каким-то образом сближает эти две категории людей, как наемного менеджера и владельца бизнеса? Конечно, конечно. Это желательно, да, поэтому я так сказал, что не обязательно, да, если это есть, то это может быть плюс, тем более, что сейчас все-таки, когда заказчик сборит, кого лучше поставить менеджером проекта, особенно вот в проектах связанных с развитием нового бизнеса, а того, кто за это будет дальше отвечать, кто будет от этого получать какие-то дивиденды, да, то есть часто ставят менеджером проекта будущих руководителей нового бизнеса, да. В этом случае, конечно, это все смыкается. Просто проекты очень разные бывают. В этом случае, да, конечно, это большой плюс. А скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то планы в связи вот с этим изменением тренда, с такой вот связкой между менеджментом, маркетингом, логистикой порой, да, внутри компании, со стратегическим управлением, с целеполаганием. Есть ли у вас в планах в вашей группе компаний при реализации, при разработке реализации следующих проектов в области управления проектами, безумно звучит, конечно, но увы, каким-то образом втягивать в себя группу также внешних консультантов, которые являются там гуру маркетинга или специалистом в области маркетинга, которые тоже набили определенное количество шишек в своей практической деятельности? Ну, на каждом проекте приходится так или иначе искать специалистов. Часто мы эти специалисты находим у заказчика, да, то есть сейчас все-таки чаще мы несем некие знания, связанные с тем, как это правильно организовать и стараемся набрать уже предметников у заказчика, если у него, может быть, не хватает каких-то компетенций, действительно приходится искать на рынке. Я знаете, к чему веду? Не в плане обиды. Например, я у вас маркетолог, который сидит внутри какого-то заказчика X. Я вам приношу проектную смету на продвижение вывода нового продукта. У меня стоимость креатива может быть 2000 долларов, может 3000 евро. Это никак не характеризует для вас меня как специалиста. Правда? Потому что я могу придумать креатив за 2000 долларов, который будет намного эффективнее, чем при съемке рекламного ролика. Наверное, да, конечно. Вот использование маркетологов внутри заказчика, не кажется ли вам, что это определенные риски? Вот понимаю, что сейчас опять на себя нагоню какое-то количество критики со стороны и слушателей, и конкурентов в том числе. Но маркетолог, который работает внутри заказчика, абсолютно точно на сегодняшний момент знает, что подрядчик этот, этот и этот, он будет более лоялен в финансовом отношении. Я на откатинг сейчас намекаю абсолютно точно, да? Поэтому я привыкла работать так, я вам как проектному управляющему буду предлагать именно такую систему работы и решения. Я при выводе нового продукта, например, буду настаивать, что весь город нужно заклеить наружной рекламой, со стоим суммой бюджета в 55 миллионов рублей. Вот как это градировать с вашей стороны, эффективно или неэффективно? Надо? Не надо? Обманывают? Не обманывают? Заинтересованы? Не заинтересованы? Вот есть какая-то таблетка такая, кремлевская? Ну, это, вот то, что вы сказали, да, это может относиться не только к маркетологам, это может относиться к другим любым специалистам, работающим на проекте или какие-то контракты заключающим. Всегда есть, опять же, некий выбор, да, или здесь риск, то, что вы озвучили, есть такой риск, что все-таки вот вот такие вот могут быть действия предприняты. Привлечение новых внешних специалистов этот риск, а, не снимает, во-вторых, добавляет другой риск, что новые специалисты не совсем понимают конкретную предметную область, не совсем эффективно еще будут принимать какие-то решения, то есть другой риск тоже появляется. поэтому все-таки за счет выстраивания некой формальной системы управления, контроля можно поставить некий KPI, который все-таки мотивирует людей на, ну, да, трудно это сделать, я вам для себя представил, да, мотивирует людей на принятие более оптимальных решений, но один из вариантов это все-таки есть такое понятие еще независимый контроль, независимая экспертиза тех решений, которые принимаются. Я вот, собственно, об этом и говорю. Может быть, нужно как раз экспертов привлекать именно для независимой экспертизы каких-то решений. Да, это часто делается компанией. У меня самый последний вопрос, он заложен был в названии нашей программы «Управление бизнес-проектом и какова цена ошибки». На сегодняшний момент какая, с вашей точки зрения, самая страшная и самая большая цена ошибки в разработке управления бизнес-проектом? Цена ошибки может быть достаточно большая, да, то есть если вы неправильно поставили цели проекта, если вы сделали даже проект прекрасно, и были такие случаи в истории, когда проекты делались прекрасно, но в итоге компания чуть ли не вставала на грань банкротства, да, ровно из-за того, что она не попала в тенденцию рынка и делала не совсем то, что делал сейчас рынок. Такие примеры у меня есть в голове, поэтому все-таки я бы сказал, что самая большая опасность – это неправильно поставленные цели, которые иногда один серьезный проект может поставить компанию на грань банкротства. И все-таки к концу беседы у меня с вами сложилось ощущение, что мы с вами оба занимаемся абсолютно четко маркетингом и управлением. Да, у меня тоже сейчас такое ощущение сложилось. Спасибо вам огромное за то, что к нам пришли. У меня в гостях был Алексей Полковников, управляющий партнером группы компаний «Проектная практика», вице-президент Российской ассоциации управления проектами «Савнет», и говорили мы о системе управления проектами и цене ошибки. Большое спасибо. Спасибо. У меня одну секундочку, просьба. Мы добавили новую рубрику. Я вас сейчас попрошу, вот о чем говорила. Что понравилось в программе, из разговора даже не так, что в разговоре понравилось, что не понравилось. И второй вопрос, что бы вы хотели, чтобы радиослушатель точно, абсолютно, однозначно вынес из вашего монолога в качестве основной идеи. Попробую сформулировать. Последнее слово. Мне понравилось действительно, что, на самом деле, я почувствовал, как говорил про управление проектами, что это просто некие технологии здравого смысла. Да, вот вы, может быть, профессионально не занимаясь управлением проектами, все равно в голове и мыслите вы так же, как и я. Да, и здесь у нас было, по-моему, полное взаимопонимание. Несколько трудновато мне было отвечать на такие иногда конкретные вопросы, потому что спектр проектов очень большой, и каждый раз те или иные решения, чтобы их принять, они зависит от очень многих факторов. И вот мне было трудно на ряд вопросов отвечать, потому что слишком большая вариативность, поэтому где-то я отвечал достаточно общими словами, наверное. Что касается основной идеи, которая… Мне бы хотелось, чтобы слушатели запомнили… Мне бы хотелось, чтобы на основании нашего разговора слушатели, может быть, отметили для себя, сделали какие-то выводы, что управление проектами – это не некая сложная профессиональная дисциплина, это здравый смысл, который имеет несколько простых правил, и если вы научитесь их применять, то это принесет серьезный успех в развитии вашего бизнеса. А правила, в общем-то, две, если говорить, что такое управление проектами. Да, это уметь правильно ставить цели и уметь правильно достигать эти цели, привлекая специалистов, привлекая исполнителей и организуя и мотивируя их. Вот и все. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.